Уважаемые студенты, на Ваше внимание представляется лекция на тему мелотролиферативных заболеваний, диагностик и лечения. Я Абдиев Коктебех Махматович, доцент курса гематологии Самарканского государственного медицинского института. За последние десятилетия больность с хроническим мелотролиферативным синдромом увеличилась по сравнению с текущих годами. Это может быть связано с улучшением диагностики данной патологии. Ознакомьтесь с планом ЛИКСИ. В плане представлено важнейшие мелотролиферативные заболевания. Такие как хронический мелолейкоз, субликемический мелоз, эритремия, хронический мегакариостарный лейкоз, неклассифицируемый мелопролиферативный синдром, а также мы будем ознакомиться с программами терапии этой патологии. Мелопролиферативные синдромы относятся к те опухолю заболевания крови, обусловленные с патологической мелопролиферативной пролиферацией костного мозга и внутренних органов. Среди мелопролиферативных заболеваний провладает хронический мелолейкоз. Хронический мелолейкоз – клональный обхол кровотворной системы, возникающая в костном мозге на уровне стволовой кровотворной клетки и сохраняющая способность к дифференцировке дозрелых клеточных элементов. Составляет 7-15% всех лейкозов у взрослых, или 10-15 случаев на 1 миллион населения. Генетическим фактором хронического мелолейкоза является филадельфийская хромосома, то есть транслокация хромосом 9 и 22. Обнаживаются 100% при хроническом мелолейкозе, 20-40% острым лимфобластом лейкозы у взрослых и менее 5% острых лейкозов у детей. Клиническая стадия хронического мелолейкоза состоит хроническая стадия, или разъемная, это мы называем, фаза акселерации, властный криз, или терминальный. В стадии заболевания проходят два этапа, благоприятная, то есть это называется иначе, хроническая фаза, длительностью 3-4 года. Мегаплогоприятная, это фаза акселерации, длительностью 9-12 месяцев или до года, и период властного криза, длительностью 5-6 месяцев. На этом слайде представлено поражение хромосом. При наличии этого хромосома, мы обязательно будем ставить диагноз хронический мелолейкоз, то есть ген БЦР, ген АВЛ, ген БЦР, АВЛ вместо, вот разным цветом обозначается наличие этой патологии. Хроническая стадия угрожается астеническим синдромом, больные жалуются на патливость, слабость, недомогание, раздражительность. Объективно обнаруживается спиномегалия, гепатомегалия, в крови умеренный лейкостоз со сдвигом до мелоцитов, отсутствие изменений в других расстях кровотворениях. Если делаем функцию костного мозга, определяется гиперклеточный костный мозг. Соотношение индексов лейкоэзиатроцитов 10 к 1 или 20 к 1. Хроническая стадия миеликоза характеризуется обнаружением периферийской крови, гликостоз со сдвигом до мелоцитов, промелоцитов, бластов, тромбоцитов в пределах нормы в 30% случаев гипертромбоцитоз, снижение активности желудочных фосфотазов, нитрофилов. В костном мозге гиперклеточный состав костного мозга, бласты до 15%. Обязательно определяется филадельфийская хромосома. На этом слайде вы видите различные формы зрелых мелоцитов. Имеется базофильная пунктация различных лейкостарных элементов. Активность желудочных фосфотазов по хронической миеликозе окрашивается в темно-бурый свет. В желудочных фосфотазе, когда развивается септическое состояние, обнаруживается в сегменте атомных и палочко-ядомных нитрофилов. Фаза акселерации – это прогрессирующие ухудшение клинического состояния. Определяется выраженная сплина мегалия. Появляются экстрамидлярные отчаги кровотворения. Длительность может продолжаться от нескольких недель до 2-3 месяцев. В фазе акселерации клетки преобладают более крупные размеры и азрофильные зерности становятся более выраженным. Согласно диагностическим критериям ВОЗ от 2000 до года, в мелобласте 10-19% в крови или в костном мозге числа ядерных клеток базофилия в крови 20%, персистирующая тромбостепения – больше 100, не относящая к терапии или тромбостоз, не поддающийся лечению. Увлечение размеров целезонки и количество лейкоцитов, несмотря на проводимые лечения. Цитогенические доказательства клональной эволюции. Возможно появление других цитогенетических балломов. Терминальные стадии протекают 90% случаев властных кризов. В 5% случаев развивается милофиброз или гематосаркома. Развивается 4-5 лет от начала заболевания. Властный криз характеризуется нарушением процессов дифференцировки клеток, нарастанием количества властных клеток, уменьшением гранулы, эритро- и тромбостопоеза. Клинически проявляется быстрым ростом целезонки, приводящих к прицепленителю инфаркту, появление новых лейкемидов, нарастание интоксикации, дистрофические изменения в органах. В зависимости от преобладания миелоидных или лимфоидных клеток различаются варианты властных кризов. Милобластные кризи, встречающиеся 60% случаев, лимфобластные 20%, эритробластные 4%, мегакариобластные 1%, дифференцированные или стойлоклеточные 15% случаев. Длительность властного кризиса от 2 до 5 месяцев. В властном кризе клетки становятся более выраженными, они окрашиваются интенсивно. Вокруг властных клеток, миелоцитов, выражены различные формы эритроцитов. Сегменты ядерные более интенсивно окрашиваются. В хроническом миелликозе, когда происходит развитие властных кризов по миелобластным вариантам, ситохимическая реакция становится положительной, в частности миелопероксидаза – фас-реакция. В ситохимии властных клеток, когда властный криз лимфобластному варианту протекает, миелопероксидаза – отрицательная. Фас-реакция положительная, в гранулянной форме, тоже в 33% случаев. Здесь на этом слайде представлены различные виды миелобластов властных клетках, напоминает властные клетки при остром лимфоблоксе. Продолжение следует... Продолжение следует...